здравствуйте ребята наше занятие сегодня посвящено текстовым задачам и так задача следующая 1 500 километров автомобиль ехал со скоростью 100 километров в час следующие 100 километров со скоростью 50 километров в час а последние 165 километров со скоростью 55 километров в час найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути здесь нужно остановиться на понятии средняя скорость запишем определение и так средняя скорость равна чтобы найти среднюю скорость чтобы найти среднюю скорость надо весь пройденный путь разделить на все время движения пропишем подробно весь пройденный путь весь пройденный путь разделить на все время движения все время движения и так нужно заметим что средняя скорость не является средним арифметическим и так что же такое весь пройденный путь это в данном случае с 1 плюс с 2 плюс с 3 потому что наша задача в нашей задачи говорится про три участка пути значит t все время движения это t1 плюс t2 плюс t3 ну а теперь продолжим нашу задачу составим запишем краткую запись в виде таблицы и так таблицу делаем скорость время расстояние и так возвращаемся к условию задачи 1 500 километров записываем в таблицу автомобиль ехал со скоростью 100 километров в час 100 километров в час это первый участок пути второй участок пути третий участок пути 165 километров он ехал со скоростью 55 километров в час обратим внимание что у нас в условии известна скорость и расстояние а значит мы можем найти время чтобы найти время нужно расстояние разделить на скорость мы прямо здесь и запишем 500 разделить на 100 получится 5 время у нас в часах второе участок пути 100 100 километров мы разделим на 50 получится 2 часа и третий участок пути 165 километров мы делим на 55 километров в час получается 3 часа и так для нашей формулы у нас есть все данные записываем в средняя средняя скорость равна весь пройденный путь то складываем все эти числа 500 100 и 165 все время движения складываем 5 2 и 3 5 2 и 3 и нам осталось только посчитать складываем 500 плюс 100 плюс 165 это 765 2 плюс 5 плюс 3 получается 10 и ответ у нас 76 целых пять десятых километров в час мы ответили на вопрос задачи 76 целых пять десятых километров в час задача решена следующая задача первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 36 километров в час а вторую со скоростью 99 километров в час найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути это опять задача на нахождение средней скорости но в данном случае составим схему движения и так первая половина пути и вторая половина пути движения допустим из пункта а в пункт б половину пути мы условно обозначим за единицу тогда вторая половина пути тоже будет единица составим таблицу значений и так скорость время расстояние и так возвращаемся к условию первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 36 километров в час первая половина пути мы приняли обозначение единицы расстояние у нас единицы вторую половину пути проехал со скоростью 99 километров в час вторую часть мы тоже условно приняли за единицу теперь смотрим что получилось таблицы у нас таблицы известна расстояние и известна скорость поэтому мы можем найти время время это расстояние деленное на скорость это 1 36 время у нас в часах во второй строке расстояние единица скорость 99 значит время будет расстояние деленное на скорость тоже в часах ну а теперь возвращаемся к понятию средней скорости и так средняя скорость это отношение расстояние ко времени но расстояние у нас это весь пройденный путь а время это все время движения в данном случае с у нас с 1 плюс с 2 потому что два участка пути а ты это т1 плюс т2 подставляем и так средняя скорость равна расстояние 1 плюс 1 время 1 36 прибавить 1 99 осталось посчитать в знаменателе у нас две обыкновенные дроби в данном случае не обязательно находить наименьший общий наименьший общий знаменатель мы посчитаем следующим образом и так знамен в числителе у нас два в знаменателе общий знаменатель так и возьмем произведение этих чисел 36 и 99 тогда дополнительный множитель к первой дроби 99 ко второй 36 99 умножить на 1 99 плюс 36 деление заменяем умножение вторую дробь в числителе получилось 135 это у нас теперь будет 135 знаменателе а в числителе будет 36 умноженное на 99 чтобы опять же не считать мы будем сокращать видим что 135 это число делится на 9 потому что сумма цифр делится на 9 и каждая из этих чисел тоже делится возьмем и сократим 135 и 99 99 делим на 9 получается 11 135 делим на 9 получается 1 5 и еще можно сократить 36 и 15 сокращаем на 3 15 делим на 3 5 36 делим на 3 12 продолжаем считать итак у у нас получается в числителе у нас 2 умножить на 12 и умножить на 11 в знаменателе у нас 5 11 умножить на 12 это 132 132 умножить на 2 это 264 264 5 опять же можно поделить на 5 но лучше умножить на 2 и числитель и 520 528 десятых но здесь уже поделить легко 522 делим на 10 получается получается ответ запишем здесь 52 целых 8 десятых и километров в час это есть наш ответ итак средняя скорость равна 52 целых восемь десятых километров в час задача решена переходим к следующей задачи маша и даша покрасят бочку за 15 минут даша и дина покрасят такую же бочку за 30 минут а маша и дина за 20 минут за какое время девочки покрасят бочку работая втроем составим таблицу итак первая колоночка у нас будет производительность производительность вторая колоночка время и третья колоночка объем работы объем работы и так у нас было несколько случаев когда работали маша и даша маша и даша мы возьмем обозначим производительность маши за икс и так производительность маши икс производительность даши у производительность дины з напомню что производительность это объем работы произведенной в данном случае за одну минуту и так значит Значит, Маша и Даша у нас покрасят бочку за 15 минут. 15 минут. Объем работы бочку условно обозначим за единицу. Тогда Маша и Даша, их производительности складываем, x плюс y. И так как у нас известен объем работы и время, то чтобы найти производительность, мы объем работы делим на время, 1,15. Точно так же делаем со следующими комбинациями. Следующая у нас Даша и Дина. Соответственно, у них производительности y и z. Они покрасят бочку за 30 минут. Бочка та же самая, поэтому объем единица. И чтобы найти их производительность, нужно 1 поделить на 30. И третий случай, когда Маша и Дина, их производительности x и z покрасят бочку за 20 минут. Бочка та же самая, поэтому объем 1. И чтобы найти производительность, 1 делим на 20. Вопрос задачи. За какое время девочки покрасят бочку, работая втроем? То есть, продолжим еще одну строку. Можно ее отделить. Итак, когда работают Маша, Даша и Дина, их производительность будет x плюс y плюс z. И вопрос задачи. Сколько времени им понадобится, чтобы покрасить эту же бочку? Итак, нам нужно решить эту задачу, поэтому нам нужно решить систему, состоящую из трех уравнений. Поэтому, чтобы решить эту систему, в данном случае нам не обязательно находить каждое значение x, y и z. Мы должны найти сумму. Поэтому, складывая почленно левые части, мы получаем 2x плюс 2y плюс 2z. И правые части складываем 1,15, 1,30 и 1,20. И решаем получившееся уравнение. Здесь мы выносим за скобку 2. Здесь мы к общему знаменателю приводим 60. Здесь у нас 4, 2 и 3. Получается у нас 9,6. Сокращаем 3,20. А значит, x плюс y, x плюс y плюс z у нас получается, умножаем на 3,40. То есть, чтобы найти время, мы единицу делим на 3,40. Получается 43 минуты. А это значит 13 минут, 1,3 минуты это 20 секунд и 20 секунд. Это ответ задачи. 13 минут и 20 секунд. За это время 3 девочки покрасят бочку. Задача решена. Наше занятие закончено. Всего вам доброго. Здравствуйте, ребята. Мы продолжаем наше занятие. Тема нашего занятия – текстовые задачи. Сегодня мы разберем несколько видов задач. Итак, начинаем. Задача. Плата за телефон составляет 340 рублей в месяц. В следующем году она увеличится на 20%. Сколько рублей придется заплатить ежемесячно за телефон в следующем году? Запишем краткую запись. Итак, было 340 рублей. Плата за телефон составляла 340 рублей. Обозначим это за 100%. В следующем году она увеличится на 20%. Если было 100%, то, чтобы нам не писать лишнее действие, мы сразу посчитаем, что станет процентов на 20 больше, значит 120%. Это стало. И нам нужно найти, сколько рублей мы должны будем платить в следующем году. Обозначим за х. Мы получили пропорцию, но записывать мы ее не будем. И воспользуемся основным свойством пропорции. Сразу найдем неизвестный член пропорции. Итак, мы будем умножать 340 и 120, а делить будем на третий член пропорции. Итак, 340 умножаем на 120 и делим все это на 100. Таким образом мы быстрее посчитаем. Итак, сокращаем 100 и 120 на 10, получается 10 и 12. И сократим еще раз. 340 и 10 на 10, получается 1 и 34. Итак, у нас получилось 34 умноженное на 12. Посчитаем это в столбик, и ответ получится у нас 408. Здесь нужно проверить обязательно. Если у нас было 340 рублей, а затем у нас увеличилось, то число рублей у нас должно быть больше, чем 340. 408 действительно больше, чем 340. Значит, задачу мы решили верно. Записываем ответ. 408 рублей. В школе 171 ученик изучал французский язык, что составляет 36% от числа всех учеников. Сколько учеников учится в школе? Запишем краткую запись. Итак, всего, мы не знаем, сколько всего учеников в школе. Поэтому обозначим за х. Всего х учеников в школе. И обозначим это за 100%. 171 ученик изучал французский язык. Записываем в краткой записи. Французский язык. Под учениками пишем учеников, под процентами пишем проценты. 171 ученик, что составляет 36%. Итак, мы опять видим, что у нас получилась пропорция. Три числа известных, четвертый нужно найти. Итак, смотрим, что мы умножать будем два известных, 171 и 100, а делить будем на третий, на 36. Поэтому записываем. Х равно 171 умножить на 100 и поделить все это на 36. Чтобы не выполнять умножение, мы попробуем сократить. Замечаем, что 171 и 36 делятся на 9, потому что сумма цифр в записи числа делится на 9. Поэтому сократим на 9. 36 делим на 9, получается 4. 171 делим на 9, получается 19. Итак, получается в числителе 1900, в знаменателе 4. Ну, делить еще рано, поэтому сократим еще раз на 2. 4 делим на 2, будет 2. 1900 делим на 2, получается 950. И 950 делим пополам, получается 475. Опять, прежде чем записать ответ, посмотрим внимательно на условия задачи. Если французский язык изучали 36%, а всего было 100%, то всего учащихся должно быть больше, чем 171. То есть наш ответ 475 действительно больше, чем 171. Значит, задачу мы решили верно. Запишем ответ. 475 учеников. В начале учебного года в школе было 1250 учащихся, а к концу учебного года их стало 950. На сколько процентов уменьшилось за учебный год число учащихся? Итак, на начало учебного года было 1250 учащихся, что составляет 100%. Затем у нас сказано, что к концу учебного года их стало 950. Но вопрос задачи будет, на сколько процентов уменьшилось за учебный год число учащихся? Поэтому здесь удобнее найти изменения, то есть на сколько учеников изменилось. Поэтому мы сначала посчитаем. 1250 отнимем 950, чтобы узнать, на сколько учеников уменьшилось. У нас получается 300. Поэтому в краткой записи мы запишем изменения. Изменения. Итак, учеников у нас, изменения учеников это 300. И нам нужно найти, сколько процентов составляет вот это изменение. То есть на сколько процентов изменилось количество учащихся. Опять же, у нас получилась пропорция, в которой известны 3 члена. Четвертый мы найдем. В данном случае умножать будем 300 и 100. А делить на 1250. Записываем. 300 умножить на 100 и поделить все это на 1250. Опять же, не будем перемножать, лучше будем сокращать. Итак, 1250 и 100 сокращаем на 10. Получается 125 и 10. Ну, а теперь можно умножить. 300 умножить на 10 получается 3000. А в знаменателе 125. Ну, чтобы не делить на 125, можно домножить и числитель, и знаменатель на 8. Мы знаем, что это получается 1000. 3000 на 8 тоже легко умножается. Получается 24000. И при делении получается 24. Итак, мы сразу ответили на вопрос задачи. Значит, вопрос был задачи, на сколько процентов уменьшилось число учащихся. Мы получили ответ на 24%. Записываем ответ. Ответ 24%. Это были задачи на проценты. Переходим к следующим задачам. Задачи на части. Площадь земель фермерского хозяйства, отведенных под посадку сельскохозяйственных культур, составляет 72 гектара и распределены между зерновыми и зернобобовыми культурами в отношении 7 к 2. Соответственно, сколько гектаров занимают зернобобовые культуры? Запишем краткую запись. Зерновые и зернобобовые культурами в отношении 7 к 2. Что означает это отношение? 7 к 2. Обозначим. Будем решать эту задачу с помощью отрезков. Итак, обозначим зерновые. Это 7 отрезок, состоящие из 7 частей. А зернобобовые 2 части. И у нас известно, что площадь, занятая под эти культуры, составляет 72 гектара. 72 гектара обозначим здесь. И тогда мы видим, что, чтобы найти одну часть, мы сначала части складываем. 7 прибавляем 2. 7 прибавить 2, получится 9 частей всего. И эти 9 частей составляют 72 гектара. Поэтому, чтобы найти одну часть, мы 72 поделим на 9. Получается 8 гектаров. Это одна часть. Теперь мы найдем для зерновых и для зернобобовых. Зерновых было 7. И каждая из них по 8. Получается 56 гектаров. Это зерновые. И для зернобобовых было 2 части. Каждая из них по 8. Получается 16 гектаров. Это зернобобовые. Здесь нужно проверить внимательно себя. 56 прибавить 16. У нас действительно получается 72. Возвращаемся в условия задачи. И обращаем внимание на вопрос. Сколько гектаров занимает зернобобовые культуры? Поэтому ответ будет 16. Записываем ответ. 16 гектаров. Ну и выполним еще одну задачу. Для приготовления фарша взяли говядину и свинину в отношении 2 к 3. Задача похожа на предыдущую. Итак, говядина и свинина. Но, в отличие от предыдущей, здесь нужно узнать, сколько процентов фарша составляет говядина. То есть неизвестно, сколько процентов говядина, но и, соответственно, сколько процентов свинина. Зато мы знаем их отношение 22 к 3. Так как фарш состоял только из говядины и свинины, значит весь фарш мы обозначим как 100%. И точно так же обозначим с помощью отрезков отношение 22 к 3. Итак, отрезок 22 части и отрезок 3 части. И, как мы видим, по схеме видно, что можно найти общее количество частей. Получается 25. Вот эти 25 частей – это и есть 100%. Значит, чтобы найти 100% делим на 25, это получается 4% – одна часть. У нас в вопросе спрашивается, сколько процентов фарша составляет говядина. Говядина у нас 22 части, поэтому достаточно найти только говядину. 22 умножить на 4 – получается 88%. Итак, ответ задачи. 88%. Можно найти еще сколько будет свинины. 3 умножить на 4 – получается 12. И действительно, 88 плюс 12 получится 100%. Это были задачи на проценты и задачи на части. Наше занятие подошло к концу. Успехов! Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем наше занятие. Тема нашего урока – преобразование выражений. Итак, записываем такое выражение. 10p минус 8k плюс 70. Найти значение этого выражения, если задано такое условие. В числителе 5p плюс 8k минус 2. В знаменателе 5p минус 2k плюс 14. И все это равно 6. Итак, нам нужно найти значение данного выражения, но при этом мы не знаем, чему равно p и чему равно k. Зато у нас есть такое условие. Итак, если мы допишем здесь единицу, то мы увидим, что это у нас пропорция. По основному свойству пропорцию произведение крайних членов равно произведению средних. А значит, 6 мы умножаем. 6 умножим на 5p минус 2k плюс 14. И 1 умножим на числитель. При умножении на единицу ничего не меняется, поэтому оставляем без изменения. 5p плюс 8k минус 2. Раскрываем скобки. Получается 30p минус 12k плюс 84. Переносим слагаемые с правой части в левую, меняя знаки на противоположные. Плюс 2 и получается 0. Теперь приведем подобные слагаемые. 30p и минус 5p получается 25p. Минус 12k и минус 8k получается минус 20k. И 84 плюс 2 получается 86. Все это равно 0. Внимательно посмотрели. Опять у нас пока похожего ничего нет. У нас 25p. Но заметим, что в первых двух слагаемых мы можем вынести за скобку общий множитель 5. Выносим в скобках. В скобках получается 5p минус 4k. Далее продолжаем. Плюс 86 равно 0. Теперь перенесем слагаемые 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 минус 86 поделить на известный множитель 5 чтобы не делить на 5 мы умножим на 2 и числитель и знаменатель получается минус сто семьдесят два десятых на 10 делить всегда удобно получается минус 17,2 далее ну а теперь мы найдем значение нашего выражения так можем убрать уже часть то что нам не нужно так и и так у нас условие такое мы уже нашли 5p минус 4k это есть минус 17,2 а теперь находим значение данного выражения 10p минус 8k плюс 70 и будем использовать то что мы уже нашли видим что 10 и 8 делятся на 2 вынесем общий множитель 2 2 умножить в скобках будет 5p минус 4k вот здесь то мы и увидели то что мы уже нашли продолжаем плюс 70 подставляем вместо этого выражения наше значение минус 17,2 и получается 2 умножить на минус 17,2 прибавить 70 и нам осталось просто посчитать считаем здесь у нас минус 34,4 прибавляем 70 и получается 35,6 это и есть ответ первое задание выполнено переходим к следующему заданию сократить дробь записываем такую дробь в числителе 100 в степени n в знаменателе 5 в степени 2n минус 3 умножить на 4 в степени n минус 2 минус 2 нам нужно найти значение нам нужно сократить эту дробь для начала вспомним немного теории и так при умножении степени с одинаковыми основаниями показатели складываем а в степени n плюс m при условии что а не равно 0 тогда можно записать следующее а в степени n минус м мы заменим произведением а в степени n умножить на а в степени минус м это нам сейчас понадобится еще мы запишем следующее свойство при возведении степени в степень показатели перемножаются и вот такое свойство нам понадобится а в степени минус n это есть дробь в числителе единицы в знаменателе а в степени n где а не равно нулю и из этого свойства а в степени n равно единице в числителе а в степени минус n знаменателе тоже а не равно нулю и про возвращаемся к нашему выражению и так поработаем со знаменателем знаменатели расписываем 5 в степени 2n умножить на 5 в степени минус 3 умножить на 4 в степени n и умножить на 4 в степени минус 2 как мы видим в знаменателе у нас основания 5 и 4 значит в числителе нам нужны тоже такие основания поэтому 100 мы будем заменять итак если мы напишем здесь 4 то нам нужно будет домножить на 25 чтобы получить 100 а 25 это 5 в квадрате не забываем что у нас еще степень n продолжаем итак раскрыл опять же используя свойства степени 4 в степени n умножить на 5 в степени во второй и еще в степени n получается 2 степень 2n далее воспользуемся вот пятым и шестым свойствам значит то что стоит у нас знаменатель мы теперь запишем в числитель меняя знак на противоположный получается 5 степени здесь было 2n теперь будет минус 2n далее 5 в степени 3 4 в степени минус n и 4 в квадрате и нам осталось это посчитать итак мы можем умножать только степени с одинаковым основанием поэтому перемножим степени с основанием 5 при умножение степени с одинаковыми основанием показатели складываем поэтому переписываем все показатели 2n прибавить минус 2n и прибавить 3 то же самое делаем с основанием 4 4 и показатели складываем n прибавить минус n прибавить 2 считаем замечаем что 2n и минус 2n взаимно уничтожаются остается 5 в кубе умножить на 4 и n и минус n взаимно уничтожается остается в квадрате теперь посчитаем что получилось 5 в кубе это 125 4 запишем 4 умножить на 4 для того чтобы нам легче было посчитать 125 умножить на 4 это будет 500 500 умножить умножить на 4 получится 2000 и так ответ 2000 следующее задание найдите значение выражения числители 9а минус 16 b в знаменателе 3 корень из а плюс 4 корень из b плюс 7 корня из b при условия такое корень из а плюс корень из b равно 12 тоже добавим немного теории итак корень из а в квадрате получается а если а если а не отрицательное число то же самое корень из b в квадрате получается b если b не отрицательное число и формула сокращенного умножения разность квадратов двух выражений равна произведению разности и суммы этих выражений и так это мы будем использовать продолжаем и так замечаем что 9 и 16 это квадраты чисел 3 и 16 и 4 а мы уже записали это квадрат корня из а поэтому записываем вместо 9 а пишем 3 корень из а в квадрате минус 4 корень из b в квадрате знаменатель переписываем 3 корень из а плюс 4 корень из b продолжаем плюс 7 корень из b ищет и воспользуемся формулой сокращенного умножения разность квадратов раскладываем получается 3 корень из а минус 4 корень из b умножить на сумму этих выражений 3 корень из а плюс 4 корень из b знаменатель переписываем 3 корень из а плюс 4 корень из b и плюс 7 корень из b а а теперь смотрим это в числитель у нас произведения обращаем внимание что условия нас корень из а плюс корень из b равно 12 то есть это не ноль и а и б у нас не отрицательное числа поэтому можно сократить в данном случае вот у нас два одинаковых выражения мы их зачеркиваем и остается у нас 3 корень из а минус 4 корень из b плюс 7 корень из b теперь посчитаем что здесь получилось получается эти два выражения мы складываем получается 3 корень из а плюс 3 корень из b мы видим что можно вынести общий множитель 3 скобках остается корень из а плюс корень из b и смотрим на наше условие корень из а плюс корень из b у нас равно 12 поэтому это у нас 12 значит мы 3 умножаем на 12 получается 36 и так мы нашли значение выражения это наш ответ наше занятие подошло к концу всего вам доброго ну но ну Продолжение следует...